1 октября компания УАО «Российские железные дороги» отмечает день своего рождения. И в этот же день в России начинается осенний призыв на воинскую службу. Тульские железнодорожники решили отметить этот день необычно. Вместе с Тульским областным отделением ВОО «Боевое братство», Тульским региональным обособленным подразделением «Дорпрофжел» на Московской железной дороге и 106-й гвардейско-воздушно-десантной тульско-краснознаменной ордена Кутузова дивизии провели военный патриотический сбор. В мероприятии под названием «Служить Родине почетно» приняли участие представители указанных организаций, а также студенты заведения железнодорожного транспорта из Тулы, Новомосковска и Узловой. Юные железнодорожники провели в армии целый день. Не все знают, что в армии порядок. Ребята, которые вчера только еще ходили по улице, сегодня служат Родине, выполняют свой воинский долг. Поэтому весь процесс от построения и до кухни, все это ребят сегодня увидят. Я думаю, это им пойдет на пользу. Инициаторами это профсоюз железнодорожников и «Боевое братство». Участие принимают студенты двух техникумов. Узловского техникума, государственного транспорта и Тульского техникума. Сегодня это принимают больше 200 человек. После построения состоялось торжественное возложение цветов к мемориалу. А затем юноши и девушки ознакомились с историей дивизий и воздушно-десантных войск, особенностями службы, подготовки, солдатским бытом, а также вооружением и боевой техникой. Наша цель – показать взаимодействие как раз с вооруженными силами, показать службу, соприкоснуться со службой в армии. И самое главное, что мы каждый раз, говоря о патриотическом воспитании, должны понимать, что это все-таки защита нашей Родины. Нужно просто показать молодежи, что ничего там страшного в этой казарме нет. Ничего страшного в этих взаимоотношениях, ничего страшного нет, как обращаться с этим оружием. То есть каждый человек должен знать. И это должно не пугать просто. Когда человек приходит, чтобы не было шокирующим таким, как там одевать, как одеваться, как себя вести в строю и так далее. И вот это потом во многом влияет на психологический подход. Сергей Стариков, Сергей Фоночкин, Телетола. Продолжение следует...